Так, всем привет! Сегодня мы покажем вам готовый проект дома 90 квадратов. Мы здесь монтировали потолки, не то в потолке. Вот, ну ладно, давай сначала про потолки. Значит, мы сейчас с вами находимся в кухне-гостиная. Гостиная, конкретно в гостиной у нас установлены световые линии 30 мм, лента 17,3 от компании SVG. Она полностью здесь все перекрывается, освещает, то есть вся площадь освещена. В каждом помещении у нас установлены встроенные карнизы ПК-5 черного глянцевого цвета. Они сделаны вплотную к стене, так как нет радиаторов, нет смысла отступать от окна. У нас панорамные окна, поэтому такой вариант. За подсветку, опять же, там отвечает SVG-шная лента, но она уже послабее. 4,8 мы используем и маленькие блоки по 40 ватт. Кухня. Вот такой вот светильничек мы пару лет назад ставили у заказчика. Я не помню, там то ли Майтоник был, то ли SVG. Но единственное, что я помню, то что он стоил там дохрена десятков тысяч рублей. Конкретно вот это мы нашли случайно в одном из Леруа. И цена ему 6 тысяч рублей, вы прикиньте, 6 тысяч рублей. Он еще работает, короче, вот так вот, видишь? Можно просто сверху, чтобы он светил. Вот. А можно, чтобы сверху и снизу. За освещение здесь кухонный гарнитур у нас будет, да? За освещение самой кухни у нас отвечают вот эти трековые светильники. Почему так? Так. Вообще на кухне надо делать сюда дополнительное освещение под ящиками. Но здесь-то ящик не будет. Поэтому трек это, наверное, самая универсальная штука, которую можно придумать. Причем очень удобно их можно будет повернуть, увеличить мощность. На данный момент мы установили стандартные. Кстати, треки тоже светильники такие подбирали, лампочки меняются. Вот. То есть это тоже практичная штука. Потому что в дальнейшем, когда перегорит, вы сможете их поменять. Вот. Мы здесь установили лампы ГУ-10 на 10 ватт. Пока вот поставили такое решение. В дальнейшем заказчики всегда смогут себе докупить, поставить мощности 30 ватт и 50 ватт. И какие-то свисающие светильники и так далее. Смотрите, здесь всего три комнаты, но они идентичны абсолютно. Поэтому показываю одно. Значит, что у нас здесь есть? У нас здесь есть люстры. Наши же люстры, которые мы продаем. Они работают вот так вот в четырех положениях. Да, там режим ночника и три светильные температуры. Встроенный профиль ПК-5, Гордина. Ну вот, также вплотную к стене. Люстры у нас, соответственно, утоплены в потолок. Никакого корпуса мы не видим. Есть коридор. Коридор простой. Светильники GX и 10 ватт. Все, ничего здесь не придумаешь. Здесь светильники черные. Здесь вообще дизайн такой сделан. Это белое-черное-белое-черное. Вот, видишь, белый потолок, черные светосы. Смотрите, прикольно. Вот. Здесь закладной брус под шкаф-купе. Санузел, опять же, он простой. То есть все те же самые светильники. Сделали пропеллеры в потолке. Вот. Более, в принципе, ничего здесь нету. Вот. И, соответственно, техническое помещение. Здесь мы придумывали, как нам сделать... Ой, как больно без косовок залезать на стремянки-то, а! Короче, надо было доступ к потолку иметь. И здесь стоит ревизионный люк. Делал нам его евро-формат. Довольно быстро сделали. Соответственно, ребята все обтянули. Все это обтянуто потолком. Люк также обтянут потолком. Ну вот. Ну и, соответственно, открыли. Поставили стремянку. Получили доступ. И также закрыли. Есть более дорогие люки. Там, как правило, лучше уже фурнитура и так далее. Но, чтобы вам раз, я не знаю, в год, в два года, насколько вы часто вам туда надо попадать, я считаю, что можно и вот таким вот образом туда забраться. Ну, такое вот технологичное решение. Вот. Ну, в общем, все. Монтаж здесь занял 2,5 дня. Сложности были в высоте, потому что высота здесь до потолка 3,20. И вот. И монтировали, соответственно, где-то местами стуры, местами с вот этой высокой стремянки. В принципе, все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok